Добро пожаловать на канал Любопытные Факты, ресурс, на котором вы найдете много интересных и занимательных видео на самые различные тематики. Не забывайте подписываться на канал Любопытные Факты, чтобы получать уведомления о выходе новых видео. Самые необычные цветы в мире. На Земле есть множество цветов, которые имеют с одной стороны не особо привлекательную внешность, а с другой какую-либо интересную особенность. Например, они бывают или страшно ядовитые, или крайне редкие. И я хочу рассказать вам о некоторых из таких уникумов. Прозрачный цветок двулистник Грея. Внешне двулистник Грея весьма скромное растение с простенькими белыми цветочками и крупными листьями. По названию нетрудно понять, что каждое растение имеет всего пару листьев. Эти цветы очень редкие, и поэтому занесены в Красную книгу. Встретить их можно только в некоторых уголках Японии, Дальнего Востока и Северной Америки. Однако не редкость является основной особенностью двулистника Грея. А то, что под дождем его цветки становятся полностью прозрачные. Поэтому данные растения называют еще скелетным цветком или цветком-скелетом. Ужасный ядовитый цветок Пустынная Роза. Африканский цветок Адениум. Поистине смертоносное растение. Яд, который аборигены много веков используют для убийства животных, как львы, слоны, то есть крупных животных. Чтобы получить сильнодействующее средство, растения больше 10 часов кипятят. Затем дают лишней влаге испариться. Одна капля изготовлена таким образом яда убивает крупное животное, в котором почти сразу отказывает дыхательная система. Однако есть существо, которому не просто не страшный яд Пустыны Розы, оно использует его для своей защиты. Это животное называется африканская хохлатая крыса. Она жует ядовитую кору растений, а потом облизывает себя и таким образом наносит яд себе на тело. Опасный цветок кальмия. Еще один прекрасный убийца. Кальмия. Все части, которые невероятно ядовиты. Вчерей достаточно просто сесть на такой цветок, а потом заняться сбором нектара с прочих растений, чтобы ее медом можно было отравиться. Даже небольшое количество яда, которые попадают в организм человека, вызывает рвоту. Паралич мышц, а затем и смерть. После приема большой дозы происходит быстрая остановка сердца. К счастью, у нас в России этот цветок не растет. Нектар обильный цветок стрелиция. Это крупное южноафриканское растение с большими цветами и листьями, которые похожи на головы экзотической птицы. Первой особенностью цветков является то, что они совершенно не пахнут. Второе отличие. Нектара в цветках так много, что он стекает по их лепесткам. Привлеченные нектаром, насекомые раздвигают лепестки и тут в них пыльцой выстреливают тычинки. Покрытые ее лакомки становятся опылителями. Такая еще одна особенность стрелиция. Подземный цветок оризантелла. Она распространена только в Австралии и представляет собой орхидею. Если посмотреть на фотографию, то видно, что цветок словно отрезанный, лежит на голой земле, а стебля и листьев не видно. В действительности лизантелла это подземный цветок, а на поверхности она показывается уже в конце цветения, дабы разбросать семена. Речащий цветок гибралтарская смолевка. Этот цветок долгое время считали исчезнувшим и напоминали о нем только старые фотографии. В 1994 году одному удачливому альпинисту повезло найти единственное уцелевшее растение. Его семена, собранные ботаниками, хранятся сегодня во всемирном банке семян. Хищный цветок альдрованда пузырчата. Это водное растение-хищник занесено в Красную книгу. Не имея корней, оно свободно плавает по поверхности воды. То, что касается цветков, на самом деле 8 черенков, которые растут из одной точки и состоят из многих листиков. Каждый черенок венчает пластинка раковина с чувствительными щетинками. Когда к ней приближается добыча, личинки, насекомые, щетинки раздражаются и раковина моментально захлопывается. Переваривание пищи может продолжаться до недели, а после этого лист отмирает. Редактор субтитров А.Семкин